Мир всем! Карта национальной платежной системы должна появиться у каждого бюджетника к 2018 году. Напомню, о создании отечественной системы взамен визы и мастер-карт заговорили еще два года назад. Сегодня новую карту МИР выпускают уже 27 банков. Готовы ли Сибирь к миру? В сюжете моих коллег. Никита Кощавка – работник Новосибирского университета. О том, что с января 2018-го зарплату ему будут перечислять на некую отечественную карту МИР, узнал из новостей. Надеюсь, в принудительном порядке никого не будут под это дело подстраивать. Если тебе приходит зарплата, ты не можешь ее спокойно потратить. Это некоторая проблема, значит, существует. Наш мир для похожих и непохожих. Случайных прохожих знакомых таких. Для будущих. Умных. Для настоящих. Для нужных и сложных. Для важных. Любых. Таков посыл разработчиков национальной платежной системы. Она должна охватить все население России и не иметь конкурентов. Однако с декабря 2015 года, когда первые банки начали выпускать новую карту, в очередь за миром россияне так и не выстроились. Так, в Кемерове, где с начала года карт систем визы и мастер-карт было выдано 4,5 миллиона, мир получили 70 человек. И те стремились поскорее обналичить средства. В Омске первая крупная партия 2,5 тысячи карт выйдет в конце октября. Это заказ Минобороны для призывников. Других пока не поступило. Но партнеры платежной системы уверены, что ситуация изменится, как только к эмиссии приступят крупные банки. Сейчас они спешно программируют свои терминалы на прием новых карт. Если вы хотите, чтобы у вас был продукт, который был на рынке спрос, надо обеспечить его инфраструктуру, возможность использовать этот продукт. Это только начинается. Я думаю, к концу года у нас практически во всех предприятиях и учреждениях услуг будут обслуживаться карты МИР. Расплатиться российской картой уже можно в некоторых крупных магазинах, авиакомпаниях и общепитах. Это результат продвижения банками услуг эквайринга. Эксперты считают, что национальная платежная система в России станет так же популярна, как в Китае. Целью этого внедрения является переход к тому, что называется национальный процессинг. То есть работа с картами, с техническими средствами, находящимися на территории Российской Федерации и под ее контролем. Национальная платежная система – это своего рода один из элементов государственной безопасности. Банки надеются, что состоятельные клиенты захотят защитить свой капитал от иностранного влияния. Однако для выезда за рубеж завести западную визу все же придется. Карта МИР пока будет обслуживаться только в России.